Дом номер 14 по улице Тундровая готовят к инструментальному обследованию. По итогам работы специалисты вынесут свой вердикт. В случае, если его признают аварийным, возможных сценариев развития ситуации три – реконструкция, ремонт или снос. Городские власти готовы к любому заключению экспертов. В теме разбирался Владислав Селенинов. Градус наклона, деформация напольного покрытия, появление новых трещин. Теперь все процессы, которые происходят в многоэтажном доме, под контролем. Движение даже самого маленького кирпича не останется без внимания. Ещё в декабре в стенах 14-го дома установили маяки. Это был первый этап изучения проблемы, которая не требует отлагательств. Уже на днях специалисты перейдут к более чётким инструментальным методам работы. С помощью инструментов будут замеряться предельные уклоны, будут замеряться отклонения конструкций от нормативных требований, от требований проектной документации. То есть мы сейчас с помощью инструментального исследования сможем установить, какие есть отклонения и есть ли они вообще. Специалисты теперь будут еженедельно осматривать здания, собирая нужную информацию. Для того, чтобы обезопасить жильцов и исследовать помещения, администрация из резервного фонда выделила необходимые деньги. На эти средства и проводятся исследовательские работы. Специалисты утверждают, несмотря на трещины, в доме находиться безопасно. Еженедельно осуществляется мониторинг. По заверению специалистов, угрозы жизни и здоровью абсолютно никакой нет. Ответственные строительные конструкции, фундамент, несущие конструкции, они находятся в рабочеспособном состоянии. После завершения исследовательских работ, которые обещают продлиться в течение 40 дней, специализированная организация даст ответ и не один, а сразу несколько. Специалисты выдадут заключение, согласно которому, если дом будет признан аварийным, он подлежит реконструкции, капитальному ремонту или же сносу. Власти нового Уренгоя готовы ко всем вариантам. Расселение мы однозначно будем производить только после принятия решения о признании данного дома аварийным. В любом статусе капитального ремонта, реконструкции, либо сноса. Главой города Нового Уренгоя Иваном Ивановичем Костогрызом в настоящее время производится уже заранее анализ имеющегося фонда жилищного. Есть твёрдая уверенность, что после завершения всех перечисленных действий люди будут обеспечены квартирами, временными убежищами. Если дом будет признан аварийным, жильцов в беде не оставят им предложить либо обменять квартиру на другую, либо получить компенсацию за утраченное имущество. По словам заместителя губернатора Андрея Воронова, власти региона намерены ужесточить требования к застройщикам. Теперь их деятельность будут проверять более тщательно, и контрольные точки будут смещены на качество работы, нежели сроки исполнения. Владислав Сининов, Наталья Худяева, Антон Берестянский, Служба новостей, «Импульс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова